сегодня 18 января 2022 года я приветствую миротворцев и хотел определить тему создание навыков управления пространством восприятия определение возможных путей и технологий этого процесса мы приветствуем тебя на миротворцы у нас очень большой конгломерат разумности и вашей системе как и во всей вселенной мы являемся дочерним разумом абсолютно и создаем так называемые меры восприятия практически для всех систем наблюдения от первой по седьмой мерности с точки зрения вышестоящей системы выше седьмой мерности там уже начинается создание собственных систем и они не требуют уже никаких так называемых вложений это является их внутренним состоянием внутренней так называемой фантазией а следовательно наше присутствие распространяется на все системы мерности которые являются активными на вашем поле восприятия с другой стороны если брать седьмую мерность то она практически не цепляет наши продукты больше оперирует ими как состоянием как неким предметным свойством как неким приложением к собственным состоянием развития к собственным состоянием понимания на система будущего и прошлого поэтому у каждой системы существуют свои так называемые взаимосвязи с миротворцами системой творения что такое вообще миротворцы по отношению к пространству наблюдения это как раз та система которая складывает из кирпичей возможности из кирпичей так называемых признаков наблюдателя ту картину которую вы в частности называете на жизнью ту картину которую вы называете ощущением восприятия мировоззрением и так далее эта картина достаточно сложно получается в том числе и в человеке поскольку в ней участвуют многочисленные вышестоящие системы которые каждая создает определенный баланс определенную энергетику вкладывает вашу картину понимания мира свои так называемые признаки свои состояния свои свойства и эти вложения очень разные по структуре по системе понимания по признакам по влиянию на ваши балансы на ваше состояние на ваше восприятие естественно если брать такие системы как иерархия времени то само время вроде как и незаметно для ваше восприятие хотя непосредственно она создает возможность ощущать так называемые мгновения ощущать периоды ощущать те процессы которые вы воспринимаете как движение ощущение эмоции и другие возможности которые протекают внутри вас эти перетекания эти энергии перемен является платформы особенно для восприятия в 3d и в 2d балансе 4d система времени начинает изменяться по структуре начинает предоставлять возможность наблюдателю превращаться в творца превращаться в системное выражение на неких инициатив неких начинаний неких представлений именно на четвертой мерности мы сегодня и поговорим именно в присутствии так называемого временного состояния именно в присутствии иерархии времени с точки зрения их возможностей если говорить о функционале 5 6 на то это более сложные на более свободной величины которые практически сейчас в вашем восприятии вам не нужны хотя пятая мерность иногда встречается в неких зонах восприятия человека когда он находится на очень высоко вибрационных состояниях и как бы вылетает из пространства в систему уже условно говоря внемерного космического состояния у вас это называется выходом в астрал хотя это совершенно другие как бы на величины которые тоже можно обозначить как перемещение в другие мерности поэтому если брать нашу роль в системе миротворения мы являемся последней инстанции которые складывают все величины эмоции мысли формы все ощущения и значения которые продуцируют монада человека под влиянием монадического разума все чувства которые создается душой монадой и другими системами разумности и все так называемые энергетические состояния все системы которые определяют так называемые зоны влияния той или иной системы которые определяются как память программа эго и так далее все эти значения очень многочисленны если разобрать их так называемой срезе если остановить человека процессе разговора в процессе восприятия то можно будет описать на десятки сотни систем которые так или иначе определяет его контур на восприятие определяет его контур возможности определяет его действительность именно эта действительность является предметом нашего сегодняшнего повествования поскольку это действительность может быть не только созданы для вас как для наблюдателя как для некого пользования но и управляя но и при подлежать изменению подлежать трансформации подлежать на некой системы систем изменению качества изменению свойств изменению структуры и так далее на это уже называется управление пространство восприятия эти навыки очень длительное время вашей системе вообще не давались поскольку они были они противоречили самой сути так называемой вышестоящей системе которая развивалась используя человека больше как исполнителя больше так некая система системы фиксации того опыта который они создавали на виде сценарий техногенных конструкций виде носителя которые и пользователя который обладал возможностью садиться в машину пользоваться компьютером сотовым телефоном определять так называемые информационные потоки и все эти состояния так или иначе обязывали человека выполнять ту или иную функцию через привязку сценария через его семью через его работу через его страх потерять деньги страх потерять семью через страх потерять социум свободу и так далее все эти страхи так или иначе завальцовывали человека в определенную действительность создавали его личностный портрет создавали его возможности создавали его восприятие в котором он находится и находился достаточно длительное время. И естественно в этих состояниях, когда множество систем подают в так называемую систему выброса, в систему единения будущих пространств, которые выливаются в восприятие вашей действительности сейчас, в этой ситуации. Сама по себе концепция, которая объединяет все значения, которые определяет человека в состоянии его жизнедеятельности, в которой он оценивает себя как тело, как личность, как некую форму человека, в которой он уверен как в пространстве, как его материальности, достаточно сложна, поскольку в ней заложены определенные парадигмы, определенные указатели и даже законы сохранения иллюзии, о которых вы уже знаете. А эти законы прежде всего определяют так называемую сохранность той легенды, той сказки, того мира, в котором вы находитесь, поскольку не охраняя его, не придавая ему так называемое условно-истинное в кавычках значение, вы не сможете верить в это пространство, а значит чувствовать, а значит переживать, а значит бояться и так далее, и так далее. И самое главное, хотеть, желать и совершать определенные поступки, которые так или иначе вам вкладывают как некую необходимость. Эти состояния всегда основаны на вере человека в том, что он живет, что он находится в материальном мире, что он находится в пространстве реального восприятия. Если эту систему разрушить, если человеку убедить в обратном, то он будет взаимоотноситься с пространством входящих значений достаточно странно, но совершенно точно по-другому, поскольку он будет понимать, что так или иначе он все равно увидит эти значения, что так или иначе он все равно ими будет пользоваться, так или иначе они будут носить определенные рамки, определенные параметры, диапазоны. А что это означает? Это означает, что по сути можно бояться, можно радоваться, можно переживать, а можно просто не обращать внимания, и вам все равно будут приходить события, так или иначе сложенные определенной системой, цивилизациями, главным определителем, учителями в так называемой опротональности, в так называемом содержании. С одной стороны, вроде бы ничего в этом особенного нет. На самом деле это никто не делает, поскольку достичь этого состояния достаточно сложно, потому что не верить в иллюзию, а смотреть на себя как на некую часть собранного пространства достаточно сложно, поскольку существуют защитные элементы программы сознания, которые блокируют такой взгляд, которые переводят акценты, которые переводят внимание человека на другие состояния, на другие возможности, на другие системы восприятия. Эти переводы практически сразу начинаются при начале угрозы, при вторжении так называемых новых знаний, которые начинают человека побуждать к вмешательству в систему установки процессов будущего, в попыток его управления пространства восприятия. Эти сопротивления необходимо изучить в самом начале, поскольку последствия этих вмешательств должны быть предсказываемы, понятны, управляемы и, самое главное, логичны с точки зрения человека-творца, который начинает создавать свое пространство. Поэтому сегодняшний первый урок мы проведем и посвятим именно так называемому регуляторному сопровождению или банальному контролю той иллюзии, которая определяется человеком. На самом деле, сам монотический разум очень редко занимается анализом иллюзии, поскольку он создает такой продукт, такую систему, в которой уже заложена некая канва так называемого материальности, сложности, обеспеченности, твердости, чувствования и так далее. Вся эта канва на 98-99% выполняет все входящие значения, которые осознает человек. Эта канва обеспечивает определенную модель, определенную систему восприятия в так называемых величинах, которые не подвластны человеческому влиянию. Эта канва создает некую форму защитного слоя, в которой человек так или иначе погружен в эту реальность, вынужден верить, вынужден покупать, вынужден бояться, вынужден действовать, трогать и так далее. Как бы он ни хотел, но он все равно должен жить. И если даже он прекратит свое существование через суицид, это все равно на сегодняшний день будет решение души, будет решение сценарного плана, будет некий итог его жизнедеятельности на определенный период. А следовательно, чтобы создать человека, в котором есть уровень свободы, защищенности, самое главное свойство по влиянию на так называемую систему ограничения его собственной разумности, необходимо разобрать эту систему сопротивления, систему контроля. Она состоит как бы из трех частей. Первая система контроля находится на низком уровне и относится к цивилизациями, которые ведут так называемый первый контур наблюдения. Это диалоги, директивные мыслеформы, это сборка линейных событий, это некая постановка тех или иных встреч, сценарных планов, которые человек определяет как свои, как собственные решения, возможности, как диалоги, как встречи, как события. И эти цивилизации достаточно многочисленны с точки зрения вашего понимания. И у всех у них есть свои формы энергообмена, которые можно назвать отрицательными, положительными. Но так или иначе, это просто цивилизационный энергообмен. Мы не различаем ни положительного, ни отрицательного, поскольку его сутевое предназначение это создавать как раз ту самую иллюзию, в которой находится человек. Естественно, при попытках влиять на пространство, при попытках создавать собственные так называемые намерения в будущем, вся эта система первого уровня начинает реагировать, начинает активное сопротивление. И при неудачных попытках остановить, при проходе в так называемый следующий этап, они передают эстафету, эти цивилизации, следующему уровню, который состоит из так называемого вторичного блока высокопоставленных цивилизаций, пятой, шестой, седьмой мерности, и самого главного определителя, который уже начинает регламентировать, выравнивать или регулировать состояние человеческого сознания, делать постановки, установки его так называемого восприятия. И, естественно, эта величина, это сопротивление является достаточно серьезным фактором внутри человеческого бытия, поскольку возможности этих цивилизаций, главные определители, по сути, безграничны. Они могут установить любую программу, создать любое событие, создать так называемые величины, которых человек будет, безусловно, повержен, он будет все равно бояться, он все равно будет переживать, он все равно выберет ту сторону, ту модель понимания, ту модель восприятия, которая будет диктоваться в вышестоящей системе, в виде уже названных вышестоящих систем, цивилизации, главного определителя и так далее. И третья система сопротивления, это уже так называемые контрактные формы, когда душа сама по себе, видя искажение контрактной площадки, видя выход или потенциально выход наблюдателя в будущем из семейной ячейки, из так называемых социумных контрактов с родителями, с близкими, начинает моделировать чувственные поля не только у самого человека, но и у окружающих через договоренности душ. Естественно, эти чувственные поля формируют уже совершенно другое свойство, которое либо притягивает, либо отталкивает человека в его поведение, в его настройках, в его так называемой событийности. Третий контур практически непреодолим, поскольку если у человека есть контракты, есть так называемые величины зависимости, то по сути вероятность уйти от контрактов очень мала. Это очень выход из контрактов, это очень продвинутая стадия, которая нарабатывается годами тренировок. И здесь важно не столько убедить душу в обратном варианте или в измененном, сколько вообще сопоставиться с ней как некой системой разумности. Естественно, при таком трехконтурной форме защиты, естественно, возникает вопрос, как вообще это преодолеть и как вообще пройти с точки зрения понимания какую-то задачу, какую-то цель, если все новое, все придуманное, все так называемые плохие и хорошие соответствия так или иначе сразу же блокируются с точки зрения этих систем. На самом деле все непросто. Дело в том, что для этого нужно создавать свой внутренний мир, свою жизненную философию, свои так называемые системные обстоятельства, которые мотивируют вас к этому действию, к этому творению, к этому так называемому влиянию на себя в будущем. Естественно, эти тональности, эти модели, эти посылы, так или иначе, должны совпадать с определенным полем творения, в котором есть интерес души. Дело в том, что если в души есть интерес в такой форме развития, в такой системе управления, пространство восприятия человека, то она, естественно, в первую очередь начинает моделировать эти чувственные поля и создавать определенные эмоционально-чувственные каркасы, которые мотивируют человека на этот рост, на эту величину, на это будущее. Естественно, при таком восприятии, при таких сложениях, человек начинает чувствовать внутри себя поле, которое так или иначе начинает выводить его за грани, за границу, за забор, за ограничение тех возможностей, которые у него как бы были, и начинает понимать, что у него существуют другие возможности, другие способности, другие качественные признаки. И в этот момент у него наступает как бы просветление, творческое просветление, когда он видит себя уже совершенно в других признаках, в другом начале, в другой форме, в других системных формах восприятия. Это движение вверх, можно так сказать. И есть как раз тот порыв, то системное качество, которое наблюдается у многих людей, когда от безысходности, от каких-то стесненных обстоятельств, от каких-то глобальных, трагических моментов своей жизни, они начинают совершенно по-другому жить, работать, взаимодействовать с этим пространством, как бы меняя лицо, меняя оболочку, меняя содержательное начало. Это, кстати, очень часто встречалось и встречается сейчас с точки зрения некой формы трансформации, некой формы проживания, некой формы наблюдения за действительностью. В этом случае человек просто меняет свои параметры, меняет свои соответствия и превращается в другого человека именно с точки зрения достижения каких-то новых, качественных начал. Это может быть месть, это может быть какие-то деструктивные задачи и цели, это может быть взаимосвязь с социумом, с конкретным человеком. Это не имеет значения. Имеет значение то, что сам человек в связи с тем, что начинает влиять на пространство будущего, начинает это ощущать, начинает понимать. Естественно, при такой форме обмена у человека возникает не только ограничения по чувственным полям, если задействован третий уровень ограничения, не только ограничения и трансформация мыслей формы, то, что даёт вторая система ограничений, но ещё и меняется сценарий, то, что даёт первая система ограничений, и этот сценарий начинает изменять его жизнь, начинает как бы подавать события, в которых он ранее и не пытался участвовать, и даже не представлялся в этих событиях, но они все-таки приходят и начинаются. И вот этот момент самый интересный. То есть человек еще не принял решение управлять пространственным восприятием, еще только начинает слушать материалы, еще только начинает задумываться, а к нему уже начинает входить так называемая иллюзорная система, которая начинает ему диктовать и поведенческие ресурсы, и знания, и ресурсы, и взаимодействие с информационными полями. Такая картина называется так называемый впрыск, впрыск той платформы, на которой стоит цивилизация, той попытки ограничить, увести наблюдателя от так называемой свободы мышления, от пространства, которое человек так или иначе может предложить или представить. Очень часто цивилизация не видит этого момента, не пропускает его, будем говорить более правильно, и когда он наступает, они начинают уже идти как бы за спиной, идти вслед по отношению к тому творению, которое есть у человека, и очень часто опаздывают. Поэтому один из так называемых рецептов прохождения этого пути, это накопление знаний, возможностей, потенциальных навыков, а потом резкий рывок и уход вперед на большое расстояние по отношению к так называемой ближней системе контроля. Эти прорывы, эти состояния необходимо изучить, необходимо понять, потому что сам по себе прорыв, сам по себе скачок предназначен не для того, чтобы сделать все быстро, а как раз проскочить все эти фазы ограничений, которые так или иначе начинают возникать, как грибы на грядке, с точки зрения так называемого постоянства, с точки зрения ограничений, с точки зрения их энергетики. И если это все пройти, то получится достаточно успешный вариант, который можно назвать началом развития, началом возникновения человека, творения нового человека, человека будущего. Необходимо понимать также, что само сопротивление имеет разные формы, разные балансы, разные системы так называемых сопричастий, в которых заложена очень большая энергетика, очень большая структура опыта, очень большая система взаимодействия людей между собой. Эти так называемые системы понимания должны определить так называемые вектора развития, вектора пути, поскольку человек, который пошел дорогой управления пространственного восприятия, прежде всего должен представлять, а что ему нужно, когда ему нужно и куда ему нужно. На этом мы хотели бы прерваться, а завтра продолжим и просим пораньше принимать, чем... Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...